Тысячи людей по всему миру, несмотря на дождь, снег, вышли на акцию «Полдень против Путина», а при этом Эллочка Памфилова говорит, что явка на выборах в России уже превысила 70%, как и обещали, так и нарисовали, собственно говоря. Но это еще не все. Это все проходит под аккомпанемент атаки на нафтоперерабатывающие заводы, очередную сдачу населенных пунктов Российской Федерации и поездки в Шойгу зачем-то в Севастополь. Мы обо всем этом будем говорить прямо сейчас. Меня зовут Ирина Узлова. И со мной, друзья, как вы уже видите, узнаете. Спасибо, что смотрите. Игорь Эйдман, социолог и политолог из Германии. Игорь Веленович, здравствуйте, рады вас видеть. Добрый день, рад взаимно. Спасибо большое, что находите время. Конечно же, как у непосредственного участника событий, что ожидаемо за вашу позицию, благодарю и спрошу у вас, насколько активно выходили люди в Германии на акцию «Полдень против Путина». Было ли это только лишь в Берлине? Кто был среди этих людей? И насколько перекашивалось лицо в Кремле, видя эти реальные очереди, но не за российского диктатора, а как раз напротив, против него? Да, я уже был на акции в Берлине «Полдень против Путина». Здесь большой митинг. То есть не просто люди пришли к посольству, встали в очереди, а пришли на митинг. На митинге были много известных людей. Например, Ходорковский был, вела митинг, Ольга Романова. Не выступала на митинге, по крайней мере, я ее не слышал. Но была в очереди к посольству, чтобы проголосовать Юлия Навальная. Ее многие там видели, потому что она так встала в очередь, отказалась проходить без очереди. Ее бы, конечно, пропустили. И, собственно, многие ее видели и среди эмигрантов. То есть много было людей, я думаю, несколько тысяч точно. Много было энтузиазма, много слов, все очень правильных слов и так далее. Но, честно говоря, я вот сейчас пришел домой, и немного мне грустно. Грустно, потому что я не вижу за этим никакой реальной перспективы. Понимаете? Ну, хорошо, собрались. Кто-то пошел голосовать. Я, конечно, голосовать не хотел по многим причинам и не собирался. Но некоторые пошли. Я их тоже не осуждаю. Их право проголосовать против Путина или испортить бюллетень, написать на бюллетене, не знаю, голосую за Навального и прочее. Но, понимаете, что в этом все печально? Ну да, вот мы сейчас собрались, как-то немножко вдохновились. Нам даже показалось, что нас много, нас действительно немало, по крайней мере, в эмиграции. А что будет завтра? А завтра диктор телевидения скучным голосом объявит о том, что Путин там набрал 80 с небольшим процентом голосов. Явка была около 80 процентов. Значит, все остальные набрали меньше. Ну, еще как бы неожиданно хороший результат, как неожиданно. Конечно, это все ожиданно. Получила кириенковская кукла надувная Дованков, и все у них чики-пуки. И, собственно, дальше, что дальше-то? Куда эти наши усилия вообще? К чему они привели? Да ни к чему они не привели. Единственное, к чему они привели, если уж быть откровенными, это к тому, что немного повысилась явка, то есть то, что хотела администрация президента. И второе, вот надули очередную кириенковскую куклу Дованкова, да? То есть ноль полный голосовал за войну и за все репрессивные законы. Вдруг с какого-то бодуна некоторые популярные оппозиционные спикеры решили, что это он антивоенный кандидат. Хотя он никогда против войны не высказывался. Высказывал за мир на наших условиях. Так за мир на наших условиях и Путин, то есть на их условиях. Значит, собственно, вот и все. Вот что называется. Просчитали, прослезились, да? Сегодня веселимся, радуемся, речи толкаем все за долголетие. Чувствуется какая-то такая атмосфера, что вот что-то, мы объединились и прочее. А завтра будет понятно совершенно, что все это, в общем-то, попусту. Если быть откровенным. Да, у нас, конечно, тоже, Игорь Великович, мы с вами и прогнозировали, прям особых ожиданий не было. А вот какие настроения и ожидания были, как вы полагаете, у россиян непосредственно в самой Российской Федерации, которые тоже вышли по многим регионам на эту акцию. Более шести десятков к обеду были задержаны. В Москве, Санкт-Петербурге очереди по три часа не расходились после полудня. Они какие надежды, какие упования на это возлагали и с каким настроением они разойдутся по домам, понимая, что там. Хорошо, что не задержали, так сказать, но тоже ничего это не поменяет. Да, ну, конечно, про россиян я могу только, что называется, восхищаться их мужеством, которые участвуют хоть в таких вегетарианских акциях, потому что это, как вы правильно уже сказали, становится опасным. Становится опасно, не знаю, цветы на могилу возложить, проголосовать уже становится опасным, хотя это считается как конституционный долг или право конституционное каждого россиянина проголосовать. А вот оказывается, что это право в 12 часов пополудня, знаете, как в детской сказке, перестает действовать. И, собственно, людей действительно задерживали некоторых. Я думаю, что многих переписали, по крайней мере, в некоторых местах. Так что, что сказать, да, я могу только преклоняться перед ними, с одной стороны. С другой стороны, действительно, вот эти усилия, это такая довольно компания разрекламированная, широкая компания. Она, к сожалению, я не вижу, к чему она привела. Ну, вот смотрите, пришли россияне, проголосовали. Путинская пропаганда уже успела приписать их к тем, кто выполнил свой гражданский долг. И, вероятно, как и 80 у них, или сколько они там Путина нарисуют процентов, избирателей проголосовали за Путина. Они же никак не смогли проявить то, что они против Путина. Понимаете, в 12 часов многие пришли, а, думаю, и те, кто за Путина, тоже приходили в 12 часов. Я, кстати, могу сказать, что у нас в Берлине очередь огромная была около посольства, но больше, чем обычно. Но очередь здесь во время голосования практически всегда. И поэтому трудно вычленить людей, которые пришли, скажем так, в рамках этой акции и просто пришли голосовать, как они делают обычно. Поэтому Путинская пропаганда просто это все интерпретирует и уже интерпретировала в свою пользу. И, как я уже сказал, кроме последующего разочарования, как мне кажется, подобные акции вызвать ничего не могут. Но ведь и иначе действовать тоже, по всей видимости, не вышло бы никак, потому что даже эту акцию и сообщения о ней, которые распространялись за пару дней, хоть где, нигде, где еще не запретили, в ТикТоке, в Телеграме, называли экстремистской, рассылали сообщения спецслужбы Российской Федерации, что вы уже потенциальные экстремисты. А как было действовать? По всей видимости, никак. Или были еще какие-то пути, механизмы сопротивления? Или в таких условиях, когда Путин из себя делает уже полного истука, нарисуя себе все наперед, это было немыслимо? Понимаете, я все-таки не в России живу, поэтому я не могу там никому указывать, что им делать. Они делают то, что могут, исходя из своих возможностей, опять-таки, исходя из уровня давления власти, террора, репрессий. Но я уже говорил, кажется, что, понимаете, этот режим, он ведет войну, да? Он ведет войну кровопролитную, жестокую войну. Это режим войны, это режим силовиков. Это режим, в руках которого множество инструментов подавления, инструментов насилия. И какими-то мирными акциями его как-то запугать, как-то свергнуть, там, не знаю, пошатнуть. Ну, абсолютно невозможно, абсолютно невозможно. И против этого режима можно сопротивляться только силой, да? Понимаете, вот те россияне, которые сейчас работают, которые служат в ССУ в рамках российских добровольческих подразделений, вот они, скажем так, знаете, как поэт писал, весомо, грубо, зримо сопротивляются этому режиму. И борются с этим режимом теми средствами, которые этот режим понимает. Понимаете? Но он понимает только язык силы. Вот с языком силы они с ними и борются. И если бы те россияне, которые, например, организовывали вот эту акцию, а до этого всякие сборы подписей и прочее, прочее, это же популярные спикеры, у которых ютуберы и прочее, прочее, у которых миллионы каналов, ютуб-каналов, у которых миллионы подписчиков. Если бы они с таким рвением, как они призывали людей прийти и постоять в очереди около участков, потом разойтись. Если бы они с таким рвением призывали россиян записываться в ССУ, в российские добровольческие подразделения, помогать этим добровольческим подразделениям, жертвовать свои средства этим в ССУ и этим подразделениям. Они, кстати, все в эмиграции посидят, эти все ютуб-каналы, поэтому это им ничем не угрожало. То, я думаю, результат был бы совершенно другой. Если сейчас это три, скажем, не очень больших, мягко говоря, отряда сражаются на стороне ВСУ, то если бы все силы эмиграции основные, то есть популярные ютуб-каналы, беглые олигархи и прочее, прочее, поддержали бы это, кто информационную поддержку оказал, кто финансовую и так далее, то это была бы русская освободительная армия или армия свободной России, которая бы могла реальный вклад свой внести не только в защиту Украины, но и в свержение, реальное свержение этого путинского преступного режима. Весомо и зримо действуют представители РДК, Легиона Свобода и Сибирского батальона. Вот о нем так переживали, он сегодня о себе напомнил, потому что он появился одним из последних, но, тем не менее, действует не менее рьяно. Говорят, мы еще один населенный пункт Белгородской области в Гроворонском районе уже под своим контролем держим, и местной администрации ее не видно нигде, здание тоже в наших руках. Между тем, на территории самой Белгородской области выборы проходят по-другому все-таки, в отличие от территорий других Российской Федерации, под звуки обстрелов, атак беспилотников, взрывов, школы не работают, торговые центры, детские садики, власти кремлевские, то есть глотков, никакую эвакуацию не организовывают, наоборот, запрещают ее. Но эти представители, которые пришли освобождать Россию, но в другом понимании того слова, что закладывает Путин в него, как мы с вами говорили, освобождать, это стирать, уничтожать, а здесь вот нет, освобождают. И смотрите, не прекращается это. Может, все-таки продолжатся и дальше вот такие наступательные шаги этих трех батальонов? Понимаете, все-таки у них ресурсы очень ограничены. Как я уже сказал, к сожалению, есть возможность, потому что Украина явно готова поддерживать российские вооруженные подразделения, которые бы воевали с путинской Россией, понятно, по своим причинам, потому что это объективно было бы на пользу украинской армии, такая поддержка. Но, к сожалению, как я уже сказал, огромной массы людей, то есть ресурсы есть очень большие, в том числе людские. Убежало же из России сотни тысяч людей призывного возраста, убежали из России. И подавляющее большинство из них антипутински настроены. Многие из них, я думаю, готовы были бы воевать. Но силовое сопротивление путинскому режиму, к сожалению, в эмиграции, в оппозиции, не является мейнстримом. Мейнстрим, основные как бы YouTube-каналы, основные финансовые ресурсы, и людские, соответственно, ресурсы, они вливаются во всякие акции, вот как я уже сказал, типа полдень против Путина. Понимаете? То есть поддерживать силовое сопротивление не так много организаций и людей, да, в эмиграции известных людей. Например, я могу сказать, что форум «Свободная Россия», да, членом Совета, который я являюсь, поддерживает силовое сопротивление, поддерживает российские добровольские подразделения. Люди приезжают оттуда, в том числе из Литвы, из Эстонии, в Украину, в том числе, например, Женя Чирикова, сейчас прямо в Украине, она встречалась с представителями как раз добровольских подразделений, и гарантировала им определенную помощь, насколько я понимаю. Но, как я уже сказал, вот люди вот типа той же Жени Чириковой и тоже Гарри Каспарова и других, это все-таки, скажем так, не большинство оппозиционных селебрити, так скажем, да, или как бы известных популярных людей. Огромное количество подписчиков, например, у YouTube-каналов, Каца, Шульман, которые призывают к людей, вот к всяким невнятным вегетарианским акциям, которые ни к чему не приводят. Более того, они призвали людей поддержать вот эту кириенковскую резиновую куклу многоразового употребления Дованкова, который, в общем-то, абсолютно голосовал всегда вместе со всей этой преступной думой, он находится под санкциями западными, как именно преступник, который поддерживал войну. Вот они призвали его поддерживать. Но о чем тут можно говорить? В результате, я думаю, Дованков наберет, не знаю, процентов лишних пять голосов за счет оппозиционной аудитории. А что это означает? А это означает, что у Кремля будет новый ручной квази- или псевдо-лидер какой-то псевдо-оппозиции. И он будет от имени. Он еще, знаете, что устроит? Он приедет на оккупированные территории, потому что он абсолютно контролирует с администрацией президента. Скажут, поехать, поедет. Приедет на оккупированные территории, где-нибудь в Запорожской области будет озвучивать, что вот меня поддержали миллионы людей, меня поддержали интеллигенции, средний класс. И вот я как бы уверяю вас, условно, люди оккупированных территорий, что Россия вся поддерживает оккупацию, вся поддерживает присоединение этих регионов украинских к России. Не только там какие-то проправительственные партии или политики, но и мы, там, типа, либералы и в таком духе. То есть получит администрация президента теперь вот такое еще и такое гнусное информационное оружие в лице этого Дованкова. Да, это, конечно, просто все смешно очень выглядит, если бы не было так грустно, потому что как раз на тех временно оккупированных территориях, которые, я тоже не сомневаюсь, они будут его засылать, ему подобных, они любят же присылать периодически туда кого-то. Мы вот с вами говорили буквально, как и Кириенко есть, но там и не только. И проводят эти выборы, так называемые, фейковые, с нарушением не то, что законодательных норм, потому что это не земля Российской Федерации, а под улом автомата, без каких-либо дорисовывают тоже явку. В так называемой незаконной ДНР нарисовали Игорь Виленович 88 с чем-то процентов. Я думаю, что еще больше дорисуют. В Чечне вообще 95, пришли все. Все и даже больше. Соседних регионов все ехали, наверное, тоже. Но это незаконно, это противоправно. Мир, конечно, скажет, что он обеспокоен. И уже представители более 60 стран, членов ООН сказали, что это ай-яй-яй. Ну и дальше. Путин все равно там это делает. Он же проводил так же точно и референдумы. Проводил единый день голосования 11 сентября тоже на наших незаконно оккупированных территориях. А какая должна быть здесь реакция? И что получает Кремль, проводя там вот эти тоже фейковые, нарисованные действия? Показать, что вот все едины с Россией или что? Что новые территориальные реалии, новые голоса за Путина? Зачем это? Понимаете, у Путина есть абсолютно маниакальная или параноидальная идея. Он хочет войти в историю России как новый руководитель, император какой-то, квази, который расширил границы страны. Он, видимо, в детстве читал там учебники, истории там для, не знаю, пятого класса средней школы. Там всякие были цари, императоры, которые расширяли державу, там прирастало на землями. И он считает, что это вот круто, да? Вот именно, вот абсолютно. Ну, как человек малограмотный и примитивный, он вот просто элементарно считает, что это круто, да? Что при нем страна расширит границы. И он хочет это сделать. И остальные просто пляшут, в том числе и тот же Кириенко и другие, эти его халуи, они просто пляшут под его дудку. Значит, чего изволите? Значит, Путин изволил, чтобы страна расширялась. Ну, значит, мы будем ее расширять. И так далее. То есть, а для этого нужны какие-то юридические действия. Вот, например, они выборы проводят. То есть, имитируют, что это такие же регионы, как и другие российские регионы. Просто тут, правда, они немножко забыли, да? Что тоже Херсонская или Запорожская область, там даже региональные центры находятся вне контроля российского. Но они все равно пытаются имитировать как-то, видимо, для больного этого товарища, что вроде это как-то уже мы их захватили, присоединили. Это уже обычные российские регионы, где обычные выборы проводятся. Это вот первое. А второе, почему западные лидеры что не могут сделать? Дело в том, что западные лидеры, то, что они, скажем так, против Путина уже сделали, они больше-то и сделать особо ничего не готовы, да? Мы сейчас видим, что вдруг пробудился гальский такой боевой воинственный дух в Макроне, и он начал какие-то делать смелые очень заявления. Но это вот в виде исключения. Остальные уже, что как будто тот же Шольц, например, явно совершенно границы, дошел до границы своей смелости, дальше он ее переступить уже не может. Он топчется около этих границ, но какие-то следующие шаги он явно переступить не может. И чтобы дальше не происходило, он ничего другого уже нам не изобразит. Разве что его как-то, может быть, партнеры по коалиции к чему-то принудят. Так что вот такие даже события, которые вызвали бурю международного возмущения, как убийство Навального, например, ну, повозмущались западные лидеры, но ничего такого нового принципиального они уже изобразить не могут. Они, скажем, в своей возможности, то, чего они готовы были делать, они уже сделали. Ну, например, для Германии было отказаться от российского газа, это, ну, как бы вообще непредставимо. Ну, отказалась Германия от российского газа. Ну, собственно, и от нефти отказалась, от всего же практически отказалась. А дальше уже какие-то следующие шаги, ну, например, как Макрон предлагает вводить, то есть помочь Украине непосредственно, введя туда миротворческие какие-то свои силы. Германия, конечно, на это пока не готова, очевидно совершенно. Так что и будут там какие-то выборы в России, не будут, это большой роли не сыграет. Я вот вообще тут вспоминала на днях, что, ну, толку, что Лукашенко, у которого действительно были и протесты помощнее, и мир признал его нелегитимным, все говорят, самопровозглашенный, но он же дальше живет, функционирует, узурпирует власть, цементирует ее, продолжает находиться, да и санкций не так-то много, как у российского диктатора. Может, на самом деле, вот этот процесс и не настолько важен, или все-таки бы показало, если бы в целом, не только на временно оккупированных территориях, и самого Путина нелегально и нелегитимно избранным признали бы, что бы это дало на самом деле? Разные есть оценки. Нет, ну, смотрите, а что такое вот признать его нелегальным, нелегитимным? Ну, будут какие-то, я думаю, и тот же Европарламент, например, и другие, наверное, законодательные органы западных стран объявят, что они, путинские выборы были нелегитимными. Ну, а что дальше? Дальше. Извините, он уже и так признан международным правом, международным уголовным судом, преступникам, и даже ордер на арест его выдан. Куда уж дальше? То есть, собственно, что еще они могут такое изобразить? То есть, уже тут даже, не знаю, материться, что ли, могут они начать, западные лидеры. Но от этого ничего все не изменится, к сожалению. Ну да. И бандитом называют его тоже, и что? Да, абсолютно. Абсолютно, абсолютно. То есть, понимаете, потерявший голову по волосам не плачет. Путин уже и так в глазах Запада нелегитимен. А в глазах развивающихся стран, как раньше их называли, то есть, стран Востока и Юга им абсолютно по барабану. Какие у него там выборы, они просто деньги делают на том, что Путин и Путинская Россия под санкциями, а не просто на те же индусы, например, или китайцы. Они на этом делают неплохой бизнес. И этот бизнес они прекращать не будут, даже если Путин трижды объявит себя там императором и еще убьет, не знаю, 10 тысяч своих каких-то противников. Бабло побеждает злом. Действительно, они на нем просто наживаются и используют. Но это ведь тоже показывает, что он все остает более мелочен и ничтожен. Да, знаете, это российская пропаганда, она пытается такой месседж все время транслировать населению. Ну ничего, Запад против нас, но с нами остальной мир, у нас есть союзники. Все это чепуха. У них есть союзники, это Северная Корея, Иран, Венесуэла. Все. А остальные все союзники, так называемые, это не союзники, а просто страны, которые брезгливо, сморчив лица, но деньги у них берут, и нефть у них берут, газ берут, просто делают тупо на них бизнес. И при этом они активно их не поддерживают. Ни Индия, ни даже Китай активно Путина не поддерживают. Так что союзников у них практически нет. Есть несколько стран-изгоев, вот с которыми он и тусит. Прежде всего, та же Северная Корея, Иран, там они оружие ему поставляют, и так далее. А еще, например, представители Ирана и Сирии приехали как международные наблюдатели на самые демократические выборы в мире. И этим тоже очень Элла Памфилова, которая даже обмолвилась и говорит представители 706 стран, приехали на стран, конечно, 193, по крайней мере, членов ООН, но у нее 706, и все приехали наблюдать. Это как-то должно подкрепить тоже легитимацию этого процесса или зачем? Ну, это как бы некое самоудовлетворение. Вообще, весь этот процесс легитимизации выборов, это абсолютно чисто в виде самоудовлетворения российской правящей верхушки, лично Путина и российской правящей верхушки. Никто, ни внутри страны адекватный, я имею в виду, ни в мире адекватный, никто эти выборы не признает. Признает, как я уже сказал, те страны, которые просто кормятся за счет путинской России, за счет ее ресурсов, качают из нее ресурсы просто. То есть, лежит такая большая, значит, Россия пьяная, а у нее куча денег в лице ресурсов, в карманах. Вот такой условный подошел к Китаю, немножко этих ресурсов у нее отобрал. Подошла Индия, тоже немножко там ресурсов, нефть, газ там из нее покачала. Ну, и так далее. То есть, вот у них такие союзнические отношения. Вот. И понятно, что вот эта вся легитимация, она идет только в глазах, собственно, Путину. То есть, Путину докладывают. У нас там уже, значит, 146% из 100 проголосовали за вас. Путин доволен. У нас уже 750 стран из 196 существующих прислали своих наблюдателей. И все признали выборы законными, демократическими. Путин тоже рад. Ведь у них же задача какая? У той же Панфиловой, у других, у Кириенко. Задача доложить Путину об своих успехах и чтобы он и, соответственно, был доволен. Вот они и удовлетворяют его этими рассказами о всенародной поддержке и легитимных выборах. Да. А он для этого рисует еще с каждым разом все больше процент поддержки себе? То он удовлетворялся 75, а это уже надо 80 плюс и выше, выше. Это вот так, чтобы наверняка убедить самого себя, убедить окружение, убедить кого? Я думаю, что да, это как у наркомана. Понимаете? То есть ему уже нужно дозу повышать, потому что доза не действует. Потому что я его, не знаю, в 2000 году он в первый тур победил, там было 50 с небольшим. Но он был счастлив, значит, приход был очень такой серьезный. Но сейчас уже 50 с небольшим его не вставляет. Он говорит, Кириенко, слушай, давай дозу повышай. Ты что вообще? И Кириенко готовит закладку с большей дозой, чтобы Путину вставило так вообще уж полно, что он закайфовал, забалдел. И в общем 80 с лишним. Я думаю, следующим выбором нужно будет 90, как вы в Советском Союзе рисовали, 99,9. Вот он уже потребует, чтобы он тоже нарисовали 99,9% поддержки. Да, аппетит приходит во время еды, а этим приходит что-то другое. Причем в их головы, по всей видимости, тоже. Раз уж мы вспомнили о 2000-х, вируситься опять сетью припоминания того, как Путин обещал, начиная с 2003 года и каждые пять лет, что у него соблазна нет. Вообще эти выборы ему не нужны в следующий раз, что он удовлетворится только один раз, побыв на должности президента Российской Федерации. Вовремя надо остановиться и потом все переносимся мы в год 2020-й, где он просто взял и сказал, вот если все граждане скажут да, я попру Конституцию, перепишу ее под себя, вытроню ноги и буду избираться дальше. Что он, собственно говоря, и сделал до 2036 года, как минимум, себя там закрепив навечно. А показывает ли это все цену его слова, которой вообще нет от слова совсем? Да, конечно, Путин говорит, патологический лжец, это давно уже замечено, об этом говорили многие люди, Немцов об этом говорил еще лет 15 назад, что он патологический, абсолютно лжец, у него это уже характер болезни. Есть такая болезнь в психиатрии, когда люди просто не могут говорить правду, они даже по мелочам врут, условно ему говорят, когда я проснулся? Он говорит, в 12, почему я сказал, что в 12, я же в 10. Нет, ну вот просто так привык, врать всегда, врать всегда, везде и так далее. То есть, патологический лжец, обещания тоже смешные, он дает одни и те же обещания, каждый, каждый каденцию президентскую, он обещает, у него несколько тем, он обещает снести веткое жилье и переселить всех из трущоб, как он говорит, в современные дома, он обещает, что не будут расти цены, прежде всего цены на бензин, почему-то, он чаще всего упоминает именно цены на бензин, и каждый раз, ну еще много всего подобного, вплоть до каких-то школьных завтраков, или что-то бесплатных, или что-то этого вроде, и он каждый раз обещает одно и то же, но ничего сделать не может, не хочет, или ему вообще, думаю, плевать и скучно даже, ему написали какую-то бумажку, вот он ее читает, а потом у него сразу все это забывается, по большому счету, вот эти проблемы, о которых он говорит перед выборами социальные, всякие, экономические, его уже давно не вставляют, ему интересует только война и собственное величие, он уже давно живет в каком-то таком придуманном мире, где он великий император, которому какой-то новый, там непонятно, Петр Первый или Екатерина Вторая в штанах, ему нужно срочно, значит, расширять границы и так далее, и он уже с ними где-то караводы водит, с великими российскими государями, поэтому какое-то веткое жилье или цены на бензин, по-моему, ему страшно, безумно все это скучно, естественно, что он эти свои обещания не выполняет и продолжает главным делом своим заниматься, заниматься войной. Я в свое время, шесть лет назад, даже чуть больше, перед выборами предыдущими, когда его, так называемыми выборами, когда он сам себя переназначил, по сути, президентом, он писал, что его программа это война, и это его программа и главная цель и задача начать большую войну. Ровно это он и сделал. Сейчас, я думаю, его следующий срок, это уже и об этом говорят западные разведки, в том числе и немецкая, об этом недавно говорила ее представители, что он готовит войну с Западом. Я думаю, следующий срок его, это его программа на следующий срок, на новый срок, это катастрофа, ни больше, ни меньше. Он готовит миру просто глобальную катастрофу. Глобальную войну с Западом и глобальную катастрофу. Эта война, это единственное, что его удерживает в кресле, насколько мы понимаем сейчас, и выхода у него нет ни вперед, ни назад, и он будет все делать, чтобы ее продолжать. Но, тем не менее, мы будем делать все, чтобы ее заканчивать. И летят по нефтебазам дальше беспилотники, причем весьма успешно. Это все подрывает, возможно, вот такое со стороны уже, мягко говоря, вмешательство в его планы грандиозный и катастрофический для мира и для нас в первую очередь, мы сможем нарушить быстрее, чем он планирует еще до 2030 года, как минимум, как писали приближенные к Кремлю источники, продолжать вот это действительно катастрофические для мира действия. Знаете, тут еще есть момент, который внушает такой осторожный оптимизм. Дело в том, что он-то уже отвязался, да, я говорю, он же где-то живет там, он считает себя великим воином и живет где-то уже в загробном мире воинов, да, Валгалек какой-то. Но его окружение, оно же не для того с десятилетиями, просто с азартом, с огромным аппетитом, воровало и набивало себе карманы, обеспечивало своим детям и вообще, не знаю, многим поколениям своих потомков такое, мягко говоря, небедное существование. Оно не для этого все это делало, чтобы сейчас Путин привел Россию к глобальной войне с Западом и фактически уничтожил их, уничтожил их детей, уничтожил их собственность. Они не для этого вообще поднимались, делали карьеру, интриговали друг против друга, отжимали друг у друга какие-то куски и так далее. И если они или когда они поймут, что все-таки действительно Путин объективно ведет к катастрофе к тому, что все сгорит, и деньги их сгорят, и дети их сгорят в ядерной войне, они сами погибнут, они все-таки его могут постараться убрать. Я все-таки думаю, что это вполне реальные перспективы. Просто сейчас они, видимо, не до конца еще понимают степень угрозы, которая висит непосредственно над ними, над их детьми, над их собственностью. Давайте еще о смешном поговорим. Что, не знаю, уже висит и какая угроза над Кужегетовичем Шойгу. Но он, значит, причем он проголосовал в первый день, они вместе с Еразиевым зачем-то вдвоем их достали и отправили. Может, так надежнее выглядело, что ли? Они там с самого утреца в первый день этого грандиозного фейкового действия сходили. А вот сегодня он засветился в командном пункте Черноморского флота Российской Федерации. Для того, что от него осталось, потому что по штабу Черноморского флота Российской Федерации весьма успешно прилетело осенью. Он тоже прилетел туда, как бы посмотреть на остатки флота, поглядеть. И приказал при потере более 33% Черноморского флота Российской Федерации, от атак наших морских дронов и беспилотников, повышать живучесть кораблей. Мы тут уже шутили с нашими военными экспертами, что это будет новый термин в военной доктрине, по всей видимости, Герасимова и Шойгу. Живучесть кораблей. Как он собрался повышать? Будет шаманов, что ли, как-то призывать к этому? Да, нет, говорят действительно, что он там балуется каким-то шаманизмом. Вообще, ну, он же из Тувы, но там, правда, не шаманизм, там буддизм, официальная религия. Но шаманизм тоже распространён был исторически. Может быть, действительно какая-то... Я, кстати, не вижу никакой разницы между повышением живучести кораблей с помощью освещения их священниками православными или шаманами тувинскими. Эффективность одинаковая, мы эту эффективность видели. Потому что их же давно уже освещают. А в результате действительно треть флота уже уничтожены. И, видимо, Путин его за это как-то... Потому что Путин старается не замечать проблемы, но проблема с Черноморским флотом такая очевидная, что здесь он не мог... Что здесь как бы Шойгу не докладывал, что у них всё хорошо, прекрасные маркизы. Но здесь, я думаю, всё-таки Путин не мог это всё съесть, эту информацию, не поперхнувшись. Он, видимо, его послал туда, на Черноморский флот, и сказал, делай, что хочешь, но чтобы живучесть кораблей повышалась, чтобы больше они не тонули. Я не знаю, ложись, сам там затыкая пробоины собственным толстым телом, но чтобы больше кораблей не тонули. Но эффективность будет примерно такая же, как я уже говорил, как если бы шаманы заговаривали как-то эти корабли. Это прекрасно будет, если он будет затыкать своим телом и поднимать с дна морского. Один будет толкать снизу, например, Герасимов, или Соколова там позовут, пусть отрабатывает свои прореги, значит, в работе легендарной. А в принципе, насколько действительно это бьёт и по остаткам репутации, и по военным возможностям Российской Федерации, то, что остатки кораблей надо отгонять до Новороссийска и дальше? Ну, конечно, это всё бьёт по остаткам репутации, но они додавно уже свою репутацию похоронили далеко и глубоко. И насчёт своей репутации они не волнуются. Они, понимаете, решили, мы играем в такую игру, а мира для нас не существует. Вот мы все, как, знаете, алкоголики, да? Вот мы сели за столом, там, не знаю, в каких-то облёванных обносках, но мы при этом друг друга уважаем. Ты меня уважаешь, и я тебя уважаю. Значит, мы уважаемые люди. Так же вот российские власти, вот они тоже, там, Шойгу, Путин, там, я не знаю, привлекли каких-то зарубежных таких же изгоев, там, каких-нибудь иранских мул, там, корейских коммунистов. Вот они все уселись и друг друга уважают. Пускай весь мир затыкает нос, потому что от них воняет просто, как из помойки, но у них, в их междусобочке, всё хорошо. Они уважают мои люди, и всё в порядке. Так же с репутацией. Ну да, в принципе, что уж там. А друг друга похвалят, и на этом, в принципе, разойдутся. Когда вы, Игорь Веленович, говорите, что Макрон, наверное, дальше не пойдёт, да, вот таких своих прорывных, решительных, но лишь заявлений на словах, этому всё звучит. А может, всё-таки пойдёт? И есть ли союзники вот эти, которые, от которых он может увидеть поддержку? Кто может войти в эти ряды таких решительных вокруг него визави? Да, я начинаю думать, что всё-таки какой-то шанс есть, что Макрон действительно отвязался по-хорошему, да? Что он почувствовал себя всё-таки потомком солдат наполеоновской армии. И решил, что можно повторить. Посмотрел, видимо, кадры, или даже не кадры, а картины горящей Москвы, горящего Кремля и так далее. И решил, что он может повторить. Вот. Но это, конечно, шутка. Но в действительности он довольно последовательно в последнее время занимает позиции. Кто может быть с ним вместе? Немцы вряд ли. Не вряд ли, а нет. Южной Европы тоже нет. Но Польша, страны Балтии и страны Северной Европы плюс Чехия могут быть с ним вместе. То есть это, в принципе, неплохая коалиция. Учитывая, что у Швеции, например, очень боеспособная армия и хорошее оружие. Ну и у других стран тоже, в общем, есть ресурсы. Это, конечно, не всё НАТО, но приличная его часть. Мы будем надеяться, что, учитывая вот такие угрозы, и вот это всё, которые, фарсовые действия, которые смешные, но на самом деле нет, потому что они укрепляют эту власть, а эта власть, в свою очередь, шантажирует НАТО, шантажирует адекватные демократические страны. И вот такая решительность, в которой будут собираться решительные деятели вокруг Макрона, их количество будет только возрастать. Ну и так выглядит всё-таки сейчас, по крайней мере, на данном моменте, учитывая и поиск боеприпасов нам, и помощь, и вот такие заявления, что этому режиму конец и западной демократии ускорят. Да, безусловно, безусловно. Сейчас мы видим, акцент перемещается в Европу. В США пока, по крайней мере, выборный год, полное, значит, там какое-то болото, они там все занимаются внутренними разборками и вообще ни до чего. Конечно, это какое-то решение о финансировании в дальнейшем Украины будет принято. Республиканцы ещё поторгуются, и уже видно их позиция, то есть они там свои оговорки внесут в это всё, но решение будет принято. Однако всё-таки надеяться в этот выборный год на что какой-то прорыв здесь вряд ли стоит. А вот и европейцы, и, кстати, прежде всего французы, но, возможно, кстати, я забыл сказать про возможное участие Великобритании в этой коалиции, они показывают, что... Да и немцы, немцы, они просто, как я уже сказал, у Шольца есть какие-то вот красные черты, через которые он боится переступать, например, с поставками Тауэрс. Но в целом повышают они объёмы тоже поддержки, и европейцы начинают понимать, что может сложиться такая ситуация, что они останутся наедине с этим бешеным медведем российским, и нужно принимать меры к тому, чтобы в случае чего самим отбиться. И это позитивный тоже момент. Я всё-таки надеюсь, или, скажем так, прогнозирую, что Трамп выборы не выиграет, и останется администрация Байдена, и дальше и американцы тоже будут усиливать свою помощь. Так что западная коалиция, я надеюсь, в ближайший год только усилится. Игорь Белянович, спасибо вам огромное за то, что вы нашли в такие напряжённые дни насыщенное время для нас. Спасибо, что вы его для нас находите. Всегда безумно приятно с вами пообщаться и послушать. И за вашу позицию, конечно же, всегда говорю вам, благодарю. До новых встреч. До новых встреч, спасибо вам. Увидимся. Увидимся, спасибо. Игорь Эйдман, социолог и политолог из Германии. С ним была я, Ирина Узлова. Друзья, спасибо, что вы приходите, смотрите. Нам очень приятно ваша активность. Всегда мы её замечаем и ценим. Пишите свои комментарии касательно тех тем, которые мы обсудили. А также подписывайтесь на YouTube 24-го. Это поможет нашим беседам продвигаться его просторами. Берегите себя, верьте вооружённые силы Украины. Помните, мы и есть тот вердикт для Российской Федерации и путинского режима. Ирина Узлова была с вами. Увидимся и победим. Субтитры создавал DimaTorzok